Филат, и мы об этом говорили до начала передачи, такой же, как и Плохотнюк. Они в том плане, что там темное прошлое, не безоблачное. После прихода в политику сомнительные истории, касающиеся контрабанды и так далее. Вот эти аудиозаписи нам сказали, как там решения принимаются. Другое дело, что именно у Филата появился шанс получить так называемую индульгенцию, историю, чтобы его простили за все его грехи. То же самое про Плохотнюка можно сказать? Нет, про Плохотнюка нельзя было сказать, потому что Филат давно в политике. Он с 90-х годов в политике, он действительно подучился, вырос. У него какая-то политическая лексика и практика. Но и Плохотнюк кормился с политикой. И практика, которую вы совершенно справедливо сказали, что он действует в публичном поле, он у всех на виду. И Плохотнюк, которую Партнюк создавал и купил. И огромное количество материалов компрометирующего характера на него появляется ежедневно. У него репутация, которую, по моему мнению, просто изменить в лучшую сторону невозможно. Может быть, после какого-то, так сказать, неизбежного наказания. Потому что преступление предусматривает наказание, после этого человек должен восприниматься обществом по-другому. Но у нас пока наказания не будет, мы всегда будем так его воспринимать. И совершенно справедливо вы сказали о том, что он действует из темноты. Мы его два или три раза слышали, когда он говорит публично. Мы не знаем, как он выражается. И у меня такое впечатление, я его знаю немножко лучше, потому что общался близко, будучи в Демпартии. У человека абсолютно не существует этого инстинкта государственного человека или рефлекса. У него нет альтруизма. У него нет понятия общего интереса публичного. Филат, я не знаю, есть ли это у Филата, но Филат в всяком случае об этом говорит. Плохотюк об этом даже не говорит.